Здравствуйте, друзья! Я решила показать, как сделать такой же переплет, чтобы поместилось страниц побольше. Нужны вот такие полосочки, на этот раз не толщиной 0,5 сантиметров. Столько, сколько хотите сделать страниц. Все размеры будут указаны в описании к видео. Странички у меня будут из вот такого вот планшета для акварели. Я взяла акварельку. Размер ее 20 на 20. Раз, два, три, четыре, восемь страничек. Это для корешка. Вот больше 21,5 на 20, 21,5 на 15 размерами. И вот, собственно, для обложки. Сегодня я покажу, как сделать сам, как это называется, заготовочку, а в следующий раз покажу, как все это обтянуть переплетиком тканью. Соответственно, тканюшка, на которую все будем пришивать. Основа. Пришиваю я все вот на плотник картон 0,1 миллиметр. Основа будет пришиваться. Размер его высота 2,5 сантиметра. Ширина пока не знаю. Надо, чтобы вот так вот все полосочки влезли. Посмотрим, какая ширина и лишнее обрежем. И, как обычно, полосочки ткани столько же, сколько вот этих вот полосочек. 5 сантиметров в ширину, а длиной они, вот эта страничка будет вот такой высоты, то, соответственно, страничка 20 сантиметров, а вот эта вот где-то 19. Сейчас, как-нибудь собрать, посмотрю. Да, 19. Не должен поменьше, чтобы их вот тут вот не было видно. Даже можно вот тут вот краешки подрезать. Сегодня ничего не буду смазывать, никаким клеем по бокам. И так все нормально будет, не отклеится. Клей я буду использовать вот такой вот скотч. Клеит очень классно. Прямо мой любимый клей. Начнем. Все как обычно. Начинаем. Как обычно начинали. Длинные полосочки, не видите? Они подлиннее. Они где-то так же, как размер корешка, 21,5, но лишнее, потом угрежем. И вот так вот приклеиваем все полосочки. Вот все полосочки посерединке я приклеила. Их получилось у меня 4, 9 штук. Это будет сколько страничек? 10. Так, теперь приклеиваю. Приклеиваю их начиная с бока вот сюда. Тоже вот так. С самого краешка. Аккуратно. Эти полосочки надо промазить. Приклеить. Так, приклеить. И прошить. Прошью я это все сейчас двойной иголкой. Получится такая ровная, аккуратненькая строчка. Не надо есть туда обратно шить. Вот. Один шовчик готов. Теперь следующую. Так же промазываем серединку, где полоска с другой стороны. И приклеиваем к вот этой рядышкам. Вот так. Близенько-близенько. Смотрим. И опять прошиваем. Вот такой вот шовчик получился. Или нет, не знаю. Вот второй прошился. Как прошился? Прошила. И теперь так же по очереди все оставшиеся. Приклеиваем, прошиваем. И теперь все оставшиеся по очереди. Приклеить. И прошить. Так вот, хоп, рядышком. И прошить. Все, я вот прошила. Мне как раз заняли почти половину. Вот эти вот пришли. Надо подрезать. А ниточки убрать. Сюда их вот так все повытягивать, чтобы не обрезать там. Так. Завязать узелочки. И обрезать лишнее. Вот это лишнее обрезать. И вот это. Вот такая заготовка получилась. Я обрезала тут по краю. Завязала. Тут подрезала, чтобы примерно по сантиметру было выступало. Теперь приклеиваем тканюшку. Не такую широкую. Ее надо так же обрезать. Чтобы она была такой же длинной, как вот эти гипсточки. Нужно, конечно, сразу ее приделать, пришить. Но что-то я забыла. Так, переклеить на свою губеньку. Ну, я забыла. FT- hè высоко. Вот так вот. Вот. теперь спрячем вот этот вот корешок это уберем ткань такого же цвета который будет ложка отмеряем здесь припуск здесь припуск расстраиваем квадратик прямоугольничек 8 на 20 по 10 сантиметров в каждую для каждого корешочка как я с ним поступлю так и вот 8 на 10 получились тут вот я загну и приклею на клей с обратной стороны так заману так склеим вот сюда Тут уже приклею, я тут хорошенько промажу пистолетом клеем, потому что, например, мне некоторые ниточки пришлось порезать, когда я загибнула. Все. А вот это вот можно прошить на машинке, точно так же составляем торцом. Все, получилась у меня вот такая заготовочка, сейчас к ней буду приклеивать странички. Это оставляем. Сюда будет приклеиваться корешок. Начинаем со второй приклеивать. Вот. Тут вот такое небольшое отверстие в миллиметр получилось. Вот. И клеим уже так, чтобы... Ну, да, как раз тут по ниточке. Чтобы с обеих сторон страничка выступала одинаково. Это бы нужно промазать. Так что, я вынимаю картон, реже ли бумагу. И вот так, ровненько. Потому что, чтобы поместилось много страничек, кстати, надо брать не переплетный картон один миллиметр, а вот акварельную бумагу. И вот так, аккуратненько. Страничка за страничкой. Чтобы все было ровно, смотрим. Страничка вот так должна идти, если корешок идет вот так. Ровно идет. Ровно. Вставляем. Фиксируем. Тоже самое, с другой стороны. Примазываем картон. Хорошенько. Еще мне спрашивали, как вот так вот, что он его заворачивается сюда хорошо и туда, и в ту сторону. Потому что тут материал достаточно гибкий. Поэтому страничке вот так вот полностью открываться ничего не мешает. Главное, чтобы она ровно открывалась во все стороны. И в эту сторону смотрим, у меточки. Вроде ровно. По ней и будем равняться. Следующая страничка. Приклеиваем. Приклеиваем. Тут надо открыть. Все, что если склеим, заклеилось. приклеиваем ее на таком же расстоянии как и предыдущего да, видите, если не промазывать края клеем, как бы называлась неусыпаемой, ткань все равно все усыпается так надо несколько раз пролистать туда обратно, чтобы вот тут все хорошенько подклеилось все ровно-ровно так приклеиваем все странички и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok